Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Ножевой Вопрос. И это не запланированное видео, ведь сегодня произошло то, чего нажиманы ждали очень-очень много времени. Наконец-то вышел нож Вектор от компании Кизляр Суприм. Я не смог обойти это грандиозное событие стороной, ведь старт продаж начался буквально сегодняшним утром. Виктор дал мне добро на то, чтобы сделать нарезку всего самого вкусного из 40-минутного стрима. Поэтому берите чаек и погнали! Итак, я вас приветствую, дорогие любители острова. Я буду смотреть на ваши вопросы и стараться на них отвечать. К сожалению, у нас локдаун, клинок у нас перенесся. У нас немножко в связи с этим возникли вопросы с логистикой по Вектору, потому что он ехал в Москву, нам пришлось срочно в локдаун же его возвращать в Питер. Ну, в общем, всю эту историю веселую я вам расскажу. Так или иначе, сегодня прямо в прямом эфире, вот с телефона, я запущу продажу Векторов. То есть у нас они уже есть, вот векторы, тут целая стопочка. Вот так вот я сделаю, покажу тут. Да, стопочка у меня векторов, еще больше их уже готовится в интернет-магазине, чтобы можно было отправлять вам. Единственное, что сразу озвучу правило, что мы договорились с ребятами. Не больше двух векторов в одни руки немножко, пускай повеет на вас советским прошлым, потому что я понимаю, что сейчас ажиотаж вокруг ножа настолько большой. У нас первая партия, это всего чуть больше ста штук. То, что до нас доехало сейчас, локдаун тоже на всех повлиял, в том числе, там еще на заводе есть вторая партия, они нам пришлют. И уже на подходе третья партия. Так что я вам сразу хочу сказать, если вдруг вам не хватит, не переживайте. То есть мы вот на первой партии, в 100 штук мы, ну 100 с небольшим, мы не остановимся. Там будет нормальный вектор. Виталий Охлебенко, вижу твой вопрос. 100 штук, века оптом не дадите? Да, оптом первая партия, ферстран, она вообще в опт не пойдет. Ферстран, это то, что разойдется нашим фанатам, которые долго ждали, которые ждали Вектора, которые вообще любят Суприм. Поэтому мы даже в интернет-магазине рассылку не делали на этот нож, чтобы вот нож могли купить только те, кто его давно ждал, хотел. То есть тот, кто знает, тот зайдет и возьмет. Прямо в конце этого стрима я запущу модель в продажу, и вы сможете прямо со стрима бегом полететь в магазин заказывать, кто хочет. Давайте по порядку, друзья. Уже я смотрю, достаточно много собралось людей, и давайте вспомним, с чего все начиналось, как все шло. Сейчас, ребят, сразу предупрежу, то, что вы пишете, я не смогу прочитать, потому что я буду рассказывать. А вот потом, когда я основную часть расскажу, буквально 5-10 минут максимум времени вашего займу, потом вы зададите вопросы, и я на все вопросы с удовольствием отвечу. Итак, что касается Вектора. Давайте вспомним историю. Вот так вот, вот так вот, выглядел Вектор, который был самый-самый первый. А вот так уже выглядит Вектор. То есть было и стало. Вот. То есть история Вектора заняла у нас 4 года. 4 года, блин, я вообще в шоке. Это 4 года ожидания. То есть я понимаю, что вот мне было непросто, потому что я каждый день, когда я не мог ответить на вопрос Виктор, где Вектор, у меня, во-первых, начал на каком-то этапе глаз подергиваться, когда я видел этот вопрос. А во-вторых, каждый день я переживал, что вот люди ждут, а мы до сих пор не выпустили. Потому что, ну, не выпустили мы почему? По целому ряду причин. И давайте кое-что я вам расскажу. Вот с этого мы начинали. Широкий клинок. За основу взят клинок от Максимуса. И все бы круто, кроме одного. Сейчас я покажу. Сейчас на секунду выйду из кадра. Специально для вас я подготовил вот такую вот разгрузочку. Вот она. Разгрузочка тут такая. У меня разгрузочка есть. Вот. И смотрите, что вы можете увидеть. Вектор продет прямо в Молле. И для нас это было важно. Потому что эта модель обязана была быть совместима с системой крепления Молле. И если бы мы этого не сделали, то нож оказался несовременным по этому, как минимум, армейскому стандарту. А так все. Вот у тебя нож Молле. Все. Вот ты его достал. Вот ты его всунул. Да? Все. Вот. Без проблем. Причем на ножнах. Давайте я открою какой-то вектор. На ножнах есть вот такое специальное крепление. Вот оно. Вот здесь вот тоже влезает шлейка Молле. И всунув это дело все в Молле, вы можете вот здесь вот закрепить паракордом. Либо мы сделаем специальную такую вилочку для этого. Это выйдет чуть позже, как комплектующие. И можно будет просто вот его вставить и носить на разгрузочной системе. Вот с этим такое бы дело не прошло, потому что он слишком широкий. С учетом ножен, да, представьте себе, это в Молле бы у нас не влезло от слова совсем. Поэтому мы поняли, что форм-фактор должен быть узкий. И вот именно тогда вырисовался концепт ножа-вектор. Потому что что это такое? Если бы наш с вами дедушка или прадедушка, который воевал в Великую Отечественную, взял бы этот нож в руки, ну, как говорится, предположим, да, возьмем круглого коня в вакууме, да, если бы такое было возможно, то он бы сказал, это финка, да, это нож, который вышел из наших отечественных боевых ножей Второй мировой войны, которые, в свою очередь, являются форм-фактором окопного ножа. И, по сути, у этого ножа очень много есть похожих ножей, которые, ну, скажем, выполнены в том же факторе. Это вот этот немецкий штык-нож, кинжалоид, это польский боевой кинжал и боевой нож, это глок, естественно, однозначно, это М4 американский, то есть это ножи, которые все имеют единый форм-фактор. Изначально мы планировали сделать для этого ножа вот такие ножны, которые нам, да, напоминают глок. И мы, во-первых, очень не хотели, чтобы были какие-то аллюзии на глок. Да, глок хороший нож, это легенда, это однозначно легенда, это все круто, у меня у самого есть 78-й глок, я обожаю этот нож, но очень не хочется, чтобы мы сделали что-то прям, ну, глокообразное, только не глок, да. Это не хотелось, это первый формат, и второй момент, который напрягал, вот у этого подвеса есть один минус, когда мы его вешаем на ремень, у нас нет возможности сделать свободный подвес, то есть ты где-то присаживаешься, я один раз, один раз всего лишь ходил с глоком, просто мне по приколу было, ходил в лес, и, честно говоря, когда присаживаешься, он обязательно во что-то упрется, он начинает оттопыриваться, выгибаться, ну, для многих это не критично, но мы хотели сделать что-то более продвинутое, скажем так, учесть опыт наших коллег, и поэтому появился вот такой вот свободный подвес. Его плюсы, во-первых, он скручивается, то есть он крепится стяжками, если надо, его можно снять и, например, поставить сюда стальную клипсу, стальные клипсы мы тоже выпустим с коннектором вместе под этот нож, наша клипса, которая идет на ножи, сейчас разрабатывается на ножи типа Амиго, она сюда же встанет, типа, вру, не Амиго, типа Хомика, вот эти вот стальные клипсы, потом дальше я про них буду рассказывать, не хочу занимать ваше время, а к тому, что просто будет функционал. Значит, если у нас нож вставлен в ножны и не закреплен, да, то у нас получается свободный подвес, вот он, да, то есть он свободный. Вот этот перехлёст мы можем, в принципе, вытащить, он на белках, да, то есть вот у нас просто свободный подвес, и поверьте, он никогда оттуда не вывалится, он тут очень мощный замок. Но, если нам вдруг с вами нужно, чтобы этот нож жестко был пристегнут к ремню, ну, например, в том случае, если охотник идет в кустах, да, мы его сажаем напереклёст, и нож уже не болтается, да, чтобы не было вот этой вот оттопыривающейся части, да, которая там может болтаться и за что-то цепляться. Но при этом, если садимся в машину, идем по полю, да, то мы спокойно можем сделать все свободный подвес и наслаждаться свободным подвесом. Этот нож, да, он выполнен по армейским стандартам, но он сделан с расчетом на туристов-милитаристов, как говорит Артур, да, то есть людей, которые хотят вот на туризм, но с таким мега-ножом, который, Вася, просто всех затащит, всех удивит, и все будут бояться от тебя с холодняком, а он не холодняк. Он сделан и в расчете на охотников, да, потому что это нож, который, ну, на добор, он же может быть на разделку, он не супертяжелый. Его вес всего лишь 245 грамм ножа, ну, не суперлегкий, не супертяжелый. Обух, напоминаю, 5,7-5,8 миллиметров, длина клинка 160 миллиметров, длина рукояти 120 миллиметров, то есть, соответственно, это нож, который, ну, его хватит для большей части задач, которые вообще можно придумать на природе, для удора и так далее. И этим он действительно крут, но при этом мы понимаем, что для бойцов он тоже очень крут. Его ломовитость, с одной стороны, плюс, то есть, он мощный, прочный, с другой стороны, некий минус, потому что это не кухонник, и мы никогда не говорили, что это кухонник, но при этом мы компенсировали широкий, толстый обух тем, что у него широкие длинные спуски. Значит, что еще хочу вам рассказать про этот нож, друзья? Нож, который мне очень нравится, потому что это исторический нож, у него очень ухватистая рукоять, на рукояти кротон, грибочек такой очень удобный, ну, в общем, все, как мы любим. Это финка, это наша отечественная финка, просто в современном прочтении. То есть, мы не хотим делать там финку НКВД, который труд ватча, мы не хотим делать очередной НР, мы решили сделать вот на основании того, что было, некий современный нож. Клинок от интрудера, рукоять авторская. Ну, опять же, грибочек вот этот, это финкообразное что-то, мы это знаем. Нож выйдет сегодня в стали 420HC. Те, кто сейчас скажет мне, ой, фу, вот эта вот сталь, мы там все знаем, это не то. Ребят, это та же 420HC, которая стоит у нас на редстилах, которая стоит у нас на бюджетных ножах, тактиках. Если помните тест от Сережи Жирова, он вообще офигел, когда с этой сталью начал работать, он говорит, что вы мне подсунули, это не 420-е. Все ножи калятся в азоте. Из всех ножей, из этой стали, вытаскивается максимум, что может быть. Поэтому 57-58 единиц, очень хорошая коррозионная стойкость. И режет, дай боже. Ну, тут вопрос в заточке. Сталь очень однородная, прочная. И для нас плюс, что недорогая. Потому что этот нож выйдет по цене 2500 рублей. 2495. Значит, те, кто не смог купить его по скидке, которую мы давали на предыдущие 4 дня. Ребят, не переживайте. Эта цена для вас уже со скидкой. То есть, вы можете не иметь никаких скидочных купонов, но на него скидочные купоны и не действуют. Потому что его рыночная цена будет в районе 2800. Но для тех, кто ждал, для тех, кто верил и не перегорел, и поддерживал нас, и говорил там, Виктор, давай, ты все-таки выпустишь этот нож. Хотя, на самом деле, не я его выпускаю. Ребята, там работает завод. Хотя, я тоже много участвую, но работают простые работяги. Вот мы решили, что первая партия, 500 штук, first run, выйдет по вот этой вкусной цене для вас. Обычно все производители, они делают наоборот. Они, о, новиночка, сейчас наваримся. И первый выпуск сделают в полтора раза дороже. Мы этот нож, мы знаем, что он все равно свое возьмет. Это просто очень удачный нож. Но для вас мы хотим сделать хорошую цену. Мы ее сделаем. И это цена со скидкой. Дальше, после того, как эта первая партия, 500 штук, выйдет, цена уже будет чуть подороже. Потому что материалы подорожали, все дорожает. Мы в эту цену влезаем, только сильно ужимаясь по своей марже. Но мы хотим для вас это сделать. Потому что вы ждали, вы в нас верили, и вы нас поддерживали. То есть, первая партия изначально задумана как first run, как партия для своих, для вас. Значит, дальше. Что такое first run? Вот у меня нож как раз из этой партии под номером 22. В чем его цимис? Вот здесь вот, давайте посмотрим, крупненько. Опа, видно, да? Гравировка first run. Сталь и гравировка first run. На обухе у нас написано 22 из 500. Я надеюсь, видно, ребят, вот так вот. First run. Вот, и 22 из 500. Соответственно, все ножи первые промаркированы именно так. Есть еще вот такие вот ножи, которые промаркированы немножко по-другому. 6 ножей. Ну, всего 10, но 4 ушло в брак. 6 ножей, они имеют гравировку образец. Да, к сожалению, я сюда только взял уже ножи с пола, first run. Значит, что это значит? Там, вот здесь вот гравировочка стоит образец. Вот здесь рядом с Skylar Supreme. Это ножи, которые мы создаем. Ну, с них все начиналось. Они были сделаны вручную, и они даже досерийные. Вот эти ножи разойдутся, они сейчас уже расходятся обзорщиком. И эти же ножи... Один такой нож будет сегодня в 18.00 разыгран в нашем инстаграме. Сегодня же правим вечером. Это ножи, с которых все вообще начиналось. То есть, на них отрабатывалась вся сборка. Они хорошие, то есть, там нету ничего, никаких проблем с ними. Просто это ножи, которые были сделаны первые, вручную. И даже обнижение, то есть, спуски на них врезались вручную. И эти ножи достанутся... Их нельзя будет купить. Они достанутся кому-то из наших фанатов, кому-то, кто наш самый любимый, то есть, обзорщикам. И будут в розыгрыше участвовать. То есть, это ножи, которые такие знаковые. Такие ножи обычно ложатся на полку. Один нож такой остается всегда у нас в музее Кизляр Суприм. И, соответственно, он будет висеть у меня за спиной, вот здесь, вот, среди других ножей. А остальные мы с вами разыграем. Наверное, основное я вам рассказал. Как всегда, Виктор затрынделся. Я обещал, 5 минут оказалось все 15. Но давайте, сейчас я готов уже ответить на все ваши вопросы. И сейчас почитаем. Виктор, а сайт ваш не ляжет на порах желающих? Я думаю, что все может быть. Кто первый ляжет, это, скорее всего, ляжет наш оператор на сайте. Потому что там, да, там очень много будет всего. Сейчас много ножей куплено по скидке. И, соответственно, вот там есть шанс, очень ненулевой, что оператор быстро закончится. Сколько ножей поступит в первую продажу? В первой продаже будет 100 с небольшим ножей. Потом еще 50 придет. Потом еще большая партия в 150 ножей. Потом все остальные. Еще 200. За цену спасибо. Ребята, все для вас. Не вижу ничего хорошего в этом ноже. Дешевый отстой. Вот мне очень понравился этот комментарий. Я на нем остановлюсь. Друг мой, если мы говорим про Кизляр Суприм, если нож бюджетный, это не значит, что он дешевый. Это показал Ред Стил, который, да, очень бюджетный. Он стоил, сколько нож стоит, там, в районе 1000 рублей, 1100 ваус-8 он стоил на момент продажи на выставке. И этот нож на выставке Клинок в Петербурге перерезал нож в порошке. Если Кизляр Суприм делает нож бюджетный, то есть недорогой по цифрам, это не значит, что нож дешевый. Для того, чтобы этот нож сделать дешево, вот за эту цену, мы работали 4 года. Потому что вручную можно было этот нож собрать за 5000, за 6000, вот такой же ровный, который мы сейчас продаем за 2500. И он не уступит большинству ножей за эти деньги. Просто для того, чтобы вы могли купить нож дешево, Кизляр Суприм, по нынешним временам, мы много работаем. Просто сделали недорогим, мы его сделали доступным. Но сам нож дорогой, поверьте мне, я смотрел калькуляцию по цене. Спасибо за вопрос, Камрад, в любом случае. Через какое-то время планируется выпуск накладок поярче. Я могу же сейчас сказать, что мы собираемся сделать оливу и под вопросом пустыни. То есть нож тактикульный, и мы будем делать его тоже тактикульным. Ну напишите, друзья мои, я скоро буду делать на ютубе обзор про вектор. Ну там порубим что-нибудь, порежем, посмотрим, как он вообще работает. И вот там буду собирать ваши вопросы именно по тому, какие вы хотите цвета и так далее. Значит, смотрите, будет нож в другие стали на векторе, в какую цену лягут на выходе. Друзья, будет обязательно сталь АУС-8, в частности клубный проект Руснайфа. Они понимают, что корни вектора лежат в частности там, потому что интрудер там разрабатывался. Вот этот концепт боевого русского ножа там тоже разрабатывался. Для них мы делаем вектор ВАУС-8 и будет немножко еще в продаже. Там будет под 3 тысячи, то есть там 2 900 с копейками и будет сталь Пиджикей. Сталь Пиджикей, она будет стоить нам где-то в районе 5 тысяч. Более точно сейчас сложно сказать, потому что цены на сталь меняются. Ну вот сейчас партию закупим и тогда будет более-менее понятно. Но пока целимся в районе 5 тысяч. Кроме того, друзья мои, мне очень хочется сделать дорого-богато вектор в порошке. Кстати, напишите, я вижу для этого ножа сталь Элмакс. Нержавейка, очень годная, очень хорошая. Есть вариант сделать в каком-то жестоком быстрорезе, типа Беллер С-390, К-390. Вот что-нибудь такое. Напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. Это будет в следующем году, уже не сейчас. То есть это будет какое-то ограниченное количество ножей, они будут красиво упакованы в наши деревянные коробочки подарочные. Но для тех, кто прям хочет, любит оранжевый, черный, оливу, это про цвета рукоятки. Все, прочитал? Да. Для спасателей яркую рукоятку, наверное, неплохой вариант. Михаил Башков написал. Спасибо, Михаил. Да, но мы там для спасателей планируем вообще отдельный нож сделать. Волонтер, но уже есть название, там сейчас в работе. Виктор, на декабрьский клинок привезете номерные векторы. Я думаю, что привезем. Я думаю, что привезем, и еще мы должны привезти, по идее, туда векторы в PGK. Я очень тоже на это надеюсь. Будут ли в ножнах опции типа алмазная точилка? Вообще, про опции этого ножа. Скорее, там будет не точилка, а мусат. Но мы планируем, что можно будет доустанавливать туда всякие киты. Мы сейчас это продумываем. То есть, там планируется, что будет защелка для Молли. И планируется, что будет устанавливаемая платформа для огнива, мусата и вот этого всего. Потому что там, ну, может быть, мы придумаем какой-то функционал на тему алмазной заточки. Посмотрим. Но сейчас смотри, концепция какая? Максимально лаконичный нож. Ничего лишнего. Но туда, да, будет возможность что-нибудь добавить. Мы это проработаем. Сроки выхода в АУ-свойский. Я думаю, что тоже к клинку плюс-минус. На всех ли хватит ножей? Олег Смывкин спрашивает. Олег, хватит. Просто, ну как, сейчас первая партия, я уверен, разойдется за сегодня. Я только не знаю, там за два, за три часа. Но на следующей неделе будет следующая поставка. И так до тех пор, пока мы не насытим рынок. Сколько человек участвовало в разработке модели? Отличный вопрос, Дмитрий. В разработке модели участвовало около десяти человек. С учетом того, что были консультанты от силовиков. Вот как-то так. Фальш-лезвие не способствует батонингу, пишет Андрей. Андрей, смотри, какое здесь фальш-лезвие. То есть тут вот поэтому можно реально лупить. Но батонинг, мы же с тобой понимаем, это не самая основная задача ножа. Не под это он рассчитан изначально. Это с возможностью, с тем, что он выдержит это все. После выхода векторов РФ понятие «холодное оружие» будет отменено. Но кипиш наведется, я уверен. По какому параметру сертифицировали как ни хоу? По толщине ножа. То есть там 5,7, то есть свыше 5,5. В серте у нас написано почему-то свыше 5 мм. Но на самом деле критерии свыше 5 мм. 5,5. Собственно, нож по толщине обуха сертифицирован. Планируются еще колбасы с лесными, наверное коллабы с лесными коллаборацией. Я думаю, что да, ребята очень грамотные, нам они очень нравятся как партнеры. Поэтому я думаю, что да. Мы решили еще один бонус сделать. И в принципе все то время, пока клинок не будет проходить, мы будем делать какие-то прикольные розыгрыши, конкурсы и так далее. На этом мы заканчиваем. Я больше не смею задерживать вас, потому что люди, которые ждут продажи Вектора, уже сгрызли себе последние ногти. Если остались вопросы, пишите в личку, ВКонтакте Виктор Агре, найдете. Дальше, буквально через 5 минут, прошу вас зайти в магазин, и вы там сможете увидеть в продаже Вектор, а кто захочет еще один выиграть, пожалуйста, в группу Кизля Суприм Ножи с Характером, либо в группу Клинок, там будет условие конкурса и ссылка. Всех обнимаю, друзья. Спасибо, что были со мной, что вы разделили со мной радость от выхода Вектора. В общем, всего вам самого острого. Продолжение следует...